Вертига и мы смотрим на эту карту, как на карту Пик от команды НИП И мы видим, кстати, интересную позицию Два игрока за цементом сейчас в пистолетке находятся у БИГ И два коктейля Молотова у команды Эннай Пик Чему все идет? Похоже, идет все к горячему коктейлю Ну что ж, Путли туда закидывает Да, Молик полетел, нужно отсюда выбегать И тут выходит один, но второй Его, кстати, не особо доконтролили Но в любом случае он сделал только один Минус в итоге у нас 4 в 3 ситуация К Сантарес А дым был у Тизиана То есть даже не собирались тушить этот коктейль Молотова Игроки команды БИГ Конечно, интересная задумка Но не сработала она абсолютно никак Лекра уже ставит бомбу И неким ему помешать Некому, что как-то непонятно Окей, ретейк 4 Точнее 3 в 4 с красным Что-то какой-то такой пистолетный Да, очень сухой для команды Нип или Бик Кстати, там Лекра, если что, прострелил к Сантарес Но его не забрал с ним И в итоге Ксантарес падает от Навка От Виз Здесь, правда, тоже погибает Лекра падает Плопски делает минус Ну и остались у нас 1 на 1 Недолго ситуация 1 на 1 доигрывалась Все же пистолетку выигрывают Нипы С установленной бомбой Так вот, проигравший этого матча попадет на победителя Пары Смэш против Муви Стар Райдерс И вот там уже будет битва за путевку на минор Да, кстати, а что у нас вообще по винрайту на этих картах? Как вы говорили? Как вы говорили? Бик Но зато винрайти 67% Проиграли только Спраут Но выиграли у команды АВИС Польская Ну, не самые серьезные оппоненты Выигрывали, кстати, на допах И 16-14 Короче, мрачный вертига у БИГ Да, но вот у Нип вроде как получше Выиграли команду АПЕКС 16-14 16-9 закрывали в Польше Команду Клауд Найн Но вот с Виталией у них не получилось С Ликвид тоже Но с командой МИБР и Фейс Они играли отлично Побеждали к счетам 16-12, 16-13 Соответственно, еще на БЛАСТе Который проходил в декабре Ну и, соответственно, в части февраля Так, ну что же У нас есть раунд от команды НИ Причем мы видим там Один Фармган Три Галила И одну СГ Вот это, конечно, бай Интересно Прям под ноль закупились Ну и чем команда БИГ здесь отвечает? А БИГ отвечает МПшкой От Тизиана Который делает минус по навку Плопский сразу же делает минусов от Тизиана Но в ответ Остается мы видим с двумя ХП Очень так рискованно сыграл Плопский Без поддержки тиммейта Дополнительной Но все-таки разменял Нормально Втроем под Б не хотели играть НИПы Хотя закуп у них очень плотный То есть действительно расчет на 2-0, на 3-0 То есть НИПы готовы закрывать С максимально возможным счетом Эту первую сторону Ну и вот он, Ксантарес Турецкая звезда Парни, которого взяли, чтобы он бомбил Набивал по 30 на каждой карте Остается один под Б сейчас Да, но с деглом Опять же Плопский может забрать буквально с одного выстрела Там и Рес остается на ЛКП Но мы видим, что он даже не успевает среагировать Тут у нас Лега чуть ли не оказалась своего тиммейта Не засадила один патрон А там этого более чем хватало для Плопски Я думаю, вот этот выбор позиций был очень красноречив То есть Сантарес стал под такой угол, где его видно, а он не видел оппонента Все-таки игровой практики явно недостаточно У Би Ай Джи на этой карте Не хотелось бы, наверное, им играть на ней Но команда НИП Ее взяли, так что приходится Ну и что же, у нас сейф Три армора, два дегла плюс каут от команды Будет оставаться в руках НИП Ой, в руках Биг, прошу прощения НИП же здесь у нас как раз с Галильчиками С Гэшкой и Юмпом Но Юмп выбрасывается и поднимается еще один Галил Который будет продолжать Отыгрывать и в следующем раунде Ну что же, это 2-0 Команда НИП Там, кстати, Плопский бежал как можно быстрее Просто Форест, беги, два ХП, беги, спасайся, сейви девайс Ох, это да Очень хороший в итоге сформировался закуп Три Галила, два СГ У команды НАП Бегам можно рассчитывать только лишь на гранаты Есть, как мы видим, три ХЕ и дым для Тапсона Сложный-сложный, конечно Оппонент им попался Кстати, беги, по-моему, та самая команда Которую должны были позвать вместо еретиков Но вместо этого они проходили открытые квалификации С первого раза прошли, конечно Но, тем не менее, здесь у них по посеву получается довольно тяжелая сетка Да, но это нужно обыгрывать, нужно показывать, на что ты способен Все-таки Биг это команда, которая, ну, показывала результат уже в этом году Хоть и не совсем крутые, и не совсем на топовых турнирах Но все же, в том же Дримхаке выиграть было бы неплохо Который у нас проходил... Где, кстати, Дримхак у нас в январе проходил? В Лейпциге! В Лейпциге, да-да-да Вспоминается Не хватает, кстати, тех самых напряженных пауз музыкой Которая там была Музыкальное сопровождение Дримхаке было топовым Ну, а пока у нас продолжается раунд И у нас неплохо отстреливается Плопский Делает минус по Тапсу Но остается два игрока защиты Забирают Ксантареса Ксантарес все-таки один килл смог оформить за три раунда Ну, а тут у нас Рез запрыгивает на боксы И делает минус по Тизену 3-0 команда НИП Пока их пик полностью оправдан Не зря брали этого героя Не зря брали эту карту Красавчики! Красавчики! Но все это такая прелюдия Все это легкое предисловие Карте Вертига Потому что бегам Сейчас открыты все дороги Открыты все пути для камбэка АВП, куча эмок Единственное, чего не хватает Это набора дифьюз китов Чтобы в случае установки бомбы Побыстрее эту самую бомбу разминировать Так, посмотрим, как у нас на бейзе Сейчас Ирсон будет принимать с авиком Ну, пока не особо круто у него это дело получается Но да ладно Полетел Молик, полетела флешка Тут три игрока атаки Ну и это девайсен раунд, кстати, для биг Поэтому посмотрим Как с девайсен получится Попытался Сирсон Теперь мы видим очередь Тизиан Останавливать выход на Б А именно сюда, судя по концентрации игроков команды NAP И будет осуществляться вылазка Правда, пока без бомбы Возможно, ребята на АД должны фейкануть И по пути к тиммейтам ту самую бомбу забрать Да, главное, чтобы они сейчас здесь не погибли случайно, потому что бомбу тогда некому будет забирать Там уже минус 50 кп у Тапсона Получается сделать игрокам НИП и Плопски Поджимается Тизиан, делает минус по НАВКу Хорошо, ну и Тизиан на 20 кп остается в живых Такой довольно непростой вырисовывается раунд То есть как-то и на А не фейканули, и на Б игрока потеряли Теперь фланговая атака только на Аиме И, в принципе, пока получается Тизиана вырубили Рез там успел уже похоронить поджимающего Кито Ксантарес Проползает Да, законтролил Лекро Бомбу все это время несет Рез Из меньшинства попытается выкрутиться НИП Тут, по идее, должны уже быть все игроки БИГ Жип Лопски перестрелял к Сантареса Вот и АВП наконец-то дает свой импакт Ну что же, Рез 3-1 по статье пока что Остается против двух игроков 17 секунд Ставит бомбу Пытается прочекать окно Но вот сейчас только бомба ставится Тапсон немного не поспевает И теперь нужно будет разбираться с Ирзеном, с АВиком Но будет ли он на него выходить Или будет все-таки контролить лестницу, по которой будет сейчас подниматься АВик промахивается Ну и теперь Рез понимает позицию одного игрока Только теперь нужно будет найти второго 26 секунд Дефьюз китов, как ты говорил, нет И это важный момент может сейчас оказаться Ну что же, 20 секунд И будет ли здесь у нас Рез выигрывать этот раунд Забирает одного Сирсона Ой, забирает еще и Тапсона Оу, Рез 14 хп остается Какой момент Ну они прям, знаешь, они прям в одну линию выстрелились прямо перед ним Ну Тапсон должен был убивать Реза Уже тиммейт отлег на себя Впитал кучу урона И Тапсон куда-то половину пуль в ящик в итоге Отправил важнейший раунд Не купили киты Два в одного Проиграли Биг, биг Ну да Ну да, не видели мы, конечно, чего там с Инферно случилось Но счет 16-8 Возможно, вообще команда как-то не с той ноги сегодня встала Да, друзья, результат, если что, у нас в верхнем правом углу имеется по счету, по пику Там, правда, пик команды НИП во всех картах указан Но, как мы понимаем Да, там просто гибкая система Там указано, кто выиграл карту А во второй, вот чей пик Ну, третья карта, это Мираж А, ну да, третья Я про это еще говорю Вот Ну да, 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 друзья, первая карта была пиком Биг 16-8 они на ней проиграли И сейчас смотрим на то, как у нас Возможно, потому что НИПы выбирали между НЮКом и Миражом Убрали НЮК То есть это как бы их десайдер Их десайдер Все понял, хорошо Ладно Так, ну и что же тогда у нас здесь сейчас будет происходить на пятом раунде Пистолеты от Биг Есть 4 армора, 3 дегла и P250 В руках Тапсона Отпухой, Сирсон Сирсон вместе со своим тиммейтом Кито делает Минус нав, минус твист И в итоге ситуация 3 в 5 Не в меньшинстве А вот это уже сюрприз Невероятно запотев в предыдущем раунде Сейчас мы видим шведы Контроль Немножечко отпустили Отдали 2 СГ А там еще и 4 легких армора есть Так, так Это у нас Тизиана чекал Плопский идет дальше Центр пустой Неужели снова Б? Падает Сентарес Сентареса пока мало что получается Слушай, ну там 2 СГшки в руках Биг Да, но они не в той части карты Они вообще не в той части карты 16 секунд и снова на очень позднем тайминге Команда НИП готова выходить на Б Смоки есть Кита здесь уже с армором И с СГшкой сейчас будет выходить Смок прямо Ну там была флешка Немного его основила Бомба была поставлена В итоге Смок попытается ли прошить Ну нет там даже Ну как-то эта флешка из самого Кита Ослепила игроков НИП В итоге никто в дым так и не вышел Тапсон видит первого Видит второго Разобрался только с одним И тут сейчас выходит у нас Плопский Делает минусы В итоге остается только Лекар 71 хп И выходит на него еще и Сирсон, который падает от него Как же команда НИП отыгрывает эти клатчи Великолепно Ну что же, 5-0 у нас На предыдущей серии Была практически такая же ситуация Только команда Фнатик переезжали Дегнетас на оверпассе Со счетом 15-0 за первую половину Потом удали 3 раунда Ну и все-таки закончили карту Со счетом 16-3 И выиграли матчи Но они тут уже начинают с 5-0 Но тут хотя бы игра получается Ну в притирочку Ну реально вот один игрок Против двух остается И команда Биг не дожимает его Да-да, все-таки шведы с НИП Там без шансов 15-0 закрыли здесь В каждом раунде борьба Рано или поздно должны Свой дебютный выиграть Бейджи Возможно этот раунд Станет тем самым первенцем Пока, кстати, игра через центр Ну вот Эксантарес Рез пытается разменяться Эксантарес уже убежал Рез уже догадывается об этом Сейчас коктейль Молотова Точно даст понимание Все, за цементом никого Возможно дефолтную подсадку сделают Хотя она уже, наверное, чекается Абсолютно всеми игроками Да, слишком известно она стала И опачки Вот и Тизиан Есть ситуация 3 в 5 И вообще 2 в 5 Неплохой минус от Сирсона Получается так же по навку И в большинстве В абсолютном большинстве Биг И пора бы Хотя бы этот раунд Довзять Ситуация в них пользует Прям полностью Тизиан делает минус Рез, правда, минусует сейчас Тизиана 48 секунд Там уже мчатся на всех парах Команда Биг Забирает последнего игрока Но он с бомбой Хаешку забрасывает Попадает, по-моему, сейчас По... Близко было Сирсона Нет, конечно, улетел Еще в другую сторону Смог полетел 35 секунд Ждет он все-таки Игрока с окна Аккуратненько двигается Рез, но очевидно Что его тут все-таки убьют Хорошо, хорошо Наконец-то Острелялся к Сантарасу Был виден акцент Именно на центр карты Не пышли втроем Но вот потеряв первого И упустив Сантараса Из виду В итоге были вынуждены Менять вектор атаки И вот как-то План на раунд Был нарушен Именно к Сантарасам 5-1 И это сразу же Минус экономика Мы помним Как заканчивались раунды Один в один То есть все Раунд отдали Минус Деньги для НИПов Да, девайс сейвить Не получалось у НИП В этом вся проблема Теперь будем смотреть На то, как они будут Отыгрывать С двумя теглами И тремя Глаками Но там уже, кстати Тапсон зажимает И он очень долго Сжал СТМ Сделал минус Тут же у нас сейчас Еще и ух Плопски Ну вообще Хэтшот поставил Но 10 хп у Тизиона Остается Все же Ну не тот пистолет Если бы хотя бы П-250 Закупил Плопски Ну Нет, нет, нет Я так понимаю Там был Глок Да, там был Глок Деглы остаются в руках У Навка и у Резов Хо-хо Хорошая ХЕшка Залетает Рез 8 хп 34 хп Остается Можно прям Зажимчиком Вести по игрокам НИП И мы видим Что Рез падает Остается лишь один Навк Но ему в голову Прострелом попадает Сиксен Савика И команда Биг возвращается Делают два раунда в ряд Что ж Здорово Нужно дальше душить Нужно не давать НИПАМ в атаке Набирать Разрыв Сейчас Как мы видим Вновь довольно Неоднозначная Закупка Это Галила Это Мак-10 Вообще Для Твиста Ну и конечно Биги Должны этим пользоваться Что по тактикам Пока так Довольно Широко Играют НИПЫ Не напрягают Трампу Да Особенно сильно То есть Контроль Б Перестрелки в центре И финальный акцент Чаще все-таки Именно на Б делают Возможно Такой фирменный Шведский стиль Ну да Но только Тогда уж Слишком легко Будут подготавливаться Мне кажется К шведам команды Ну если так Будет все продолжаться Но по крайней мере Мы понимаем Что уже против Дигнитос Например Это многие команды Уже взяли на вооружение Ну вот сейчас Снова на Никакого напряжения Не создают Игроки команды НИП Там Цемент АВП Это Сирсон Ну вот толпа Мы видим игроков На лестнице Б Под флешку Тизиан Нечи Ну просто Немножечко назад Отступает Там вообще Все пять игроков Шведская команда Так понимаю Это комбина Очень много гранат Сейчас полетит Да вот они Смоки Флешки Мотовы Так Слушай А Тизиан Ну Тизиан там Получил немного урона 90 хп у него остается Тапсон правда делает Минус по-плопски Тоже должен Тизиан Наверное закрывать Лекра У которого остается Три хп всего лишь Но Лекра не выходит Из-за этого угла Да нет Все Похоже Харболь На квеста убил Тимкил Так Ну рез один Сумбур получился На этом планете Для НИП Ну и похоже Те пять раундов Которые не взяли Пока будут Оставаться Пятью раундами Потому что Биг здесь остается Ти в один Ну и конечно Ксантара сделает Минус по резу Ну задумка конечно Интересная Но она не сработала Огромное количество Гранат инвестировали НИП в этот выход Но в итоге Даже бомбу не поставили То есть обычно Когда столько гранат Столько флешек И коктейлей Молотова Бомкери Безнаказанно Проходит и ставит Хотя бы пакет Здесь даже этого не было И все По две тысячи денег Снова без арморов Но мне понравился закуп Который был вот до этого С галильчиками Погнали По Шумим Но Как мы видим Не получилось это сделать Но сейчас Дигл 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 И ЦС Есть в руках Команды НИП Посмотрим как они их реализуют Рез пытается поймать Минус по Кейтон Не выходит Отпускает момент И остается Рез на 70 кп Перестреливаться с Рампо Здесь Ой-ой-ой Этот плопский С СЗ Заметил одного игрока Проспал А как же он даже не начал переводиться Может отвлекся на Тимспик Просто над ним появляется Оппонент Да нет Он заметил игрока в окне И пытался его контролить Вот А то что игрок оказался Еще один здесь Он видимо Не особо ждал Ну это Байт Гениальный байт Произошел От Биг Получается Ну и 4 в 5 Ситуация Не в меньшинстве Да еще и Рез на 2 хп Остается в живых Ай-яй-яй Какая боль На него сейчас может быть Нав Тут по идее Может кого-то дождаться Выбить какой-нибудь девайсик Вот тут очевидно На рампе Ничего не светит Непан Даже Повоевать толком У них не получилось Все да Нав тоже ничего не халдит Дает первый хэдшот Раздемажил второго Но Сирсон На 12 хп Переживает Этот контакт И мы видим уже Довольно стремительно Беги Все утраченное Преимущество Наверст Счет 4-5 Разрыв Всего лишь в один раунд Да быстро восполнили Что отдали Но теперь у нас девайс На раунд От команды НИП И посмотрим Смогли не перестрелять Этот АВИК С четырьмя М-ками У самих же имеется 4 СГ Плюс калаш Есть раскидка Есть арморы Все в порядке Теперь только посмотрим Куда они пойдут Бомба сбрасывается И сами отправляются Занимать рампу Мы видим что там В рукаве уже есть один игрок Правда его там немного выгнали В это же время на центре Была перестрелка И к Сантарес Эту перестрелку выиграл Без потери ХП Нашел Нашел вот Комфортный участок карты Комфортную зону К Сантарес Шведам ничего не остается Кроме как пытаться Вскрыть позицию рампы Плопский там потихоньку Должен уже Откидывать Свою коктейль молота Вынести бомбу К тиммейтам Твист готов Проходить На рукав Молик сразу же на цемент Проверочный на всякий случай Туда залетает смок Уже с Района бомбы Или плентан Ну и пока полетели Слушай они вот реально Забавились на смок Да да Потратили очень много Две гранаты Туда залетело Но цемент был пустым Ну потратили время По крайней мере тоже И тут как бы теперь Надо немного подускориться 52 секунды Четыре игрока уже на рампах И пока тут ситуация Четыре в четыре Ведь один опорник Б планета и остается На Б планете Тизиан пока не смещается Спину также не спешит выходить А также у нас там На перетяжке Если что Ксантарес двигается И посмотрим Как у нас здесь будет делать Да действительно Посмотрите сейчас Ксантарес как-то очень быстро Отправляется на Б А тут у нас полетели Смоки И смоки закрывают план Но тут Кита вместе с тиммейтом Очень далеко вышли В итоге они сейчас будут Контролировать позиции Смотрим Есть минус сейчас От Кита Но Кита погибает Сирсон также падает Есть ситуация Три в три Для команды НИП Ставится бомба Не туда чекает Нав Здесь на контроле Под смоком Тапсен Вот это партизан Подкрался в упор К Пловскому Неожиданная позиция Нав Как Сантарес его контролит И остается только РиЭс Фейк по бомбе Первого увидел Второго увидел Это 5-5 друзья Легкой прогулки Для НИП не будет Да Так они сейчас Ну хотя кстати Посмотри у них Полный Получается Ну была бомба Да И был уже Пятый проигранный Раунд подряд Так что нормально 3 400 Плюс бомба И в итоге Вот он закуп Калаш Армор Плюс парочка гранат Даже он на СГ Хватает вполне Да Но сейчас опять Будут минусы Ну хотя Знаешь Им сейчас можно Пока доиграть Просто хотеть Ставить бомбу Отстреливаться Проигрываешь Ну плюс Лос бонус Все нормально Ну а мы друзья Вам дарим подарки Восклицательный знак Мейнкасс В чат Посмотрим Кому повезет С удачей Пишите Выигрывайте Крутые скины Мы будем продолжать Смотреть На одиннадцатый раунд Биг Нип И вновь Энтри килл За командой Бея Джим До этого Ксантарос Разбирался С центром карты Но сейчас Мы видим Нашел свою жертву Сиасан Твист Не перестреливает Кито И вновь Меньшинство Полторы минуты Еще времени А раунд Триф пять Опасно Опасно Тут Нипы Что-то Нипы Вообще После пяти взятых Раундов Прям Ну не идет У них Либо то что У команды Биг появились их девайсы То ли то что у них Получилось как раз Поймать Не перестрелять Хотя знаешь На самом-то деле Биг могли и раньше Брать раунды Да Ну вот просто Нужно было перестреливать Вдвоем одного игрока Дважды И тогда здесь счет Уже был наподобие Что-то около Там Восемь-пять Может быть Клач раунды Очень здорово Помогли команде Нипи Тут по тизе Ну вроде попали Но на один процент Здоровья Вообще Очень редко такое бывает СГшка по нему Стреляет Минус один Процент хп Вот тут уже Все понятно Как бы Никуда никто не выйдет Никакую бомбу не поставят Ну да Опять игроков Биг живы Экономика у них Прям действительно в шоколаде Сбрасывают игроков Игроков Нипа Или точнее Лекра последнего С этой высотки Ну мы видим Что по деньгам у них Ну Ксантарас Двенадцать с половиной тысяч Ну ладно Двенадцать Семь с половиной у Тапсона Восемь семьсот у Кита И шесть двести у Сирсона А это двенадцатый раунд То есть как раз До конца половины По идее Биги будут закупаться Плюс еще сейчас У них есть возможность Не умирать Как мы видим Нипы с пистолетами Ну а в чете Поздравляем Мотанако Победил он В этом розыгрыше Гастэкши Хэш Да Это просто Вот так вот Три карты Со шведскими командами Превращает комментаторов В собак В шведов Я думал Мы на шведский перешли Все вырезаем Твич клип Вырезаем Удаляем Вот если что Осуждаем Осуждаем Так Нужен шифрованный раунд Ну раскидка на Б Не сработала Но можно постоянно Ее обузить Почему нет Хотя бы бомбу поставить Потому что эти фланговые атаки Они какие-то такие Слабенькие В прыжке подловили реза Ну Это да Один прыгает Второй не прикрывает Третий там где-то за цементом В общем беда Печаль Бомба На другом конце Вселенной Клопский Смотри как несется Но тут-то цемент Ну минута Все-таки можно было Наверное проконтролить То что здесь могло быть И Тапсон делает Уже Эйс Кстати Есть Кстати Эйс На Тапсоне Ну кстати Это как-то было Ну а бежит Против пистолетов Ну там один боком бежит Как-то первый Полупрыжки Такой У тебя еще в руках СГ как бы Ну то есть Это не считается На скеле На скеле Затащил То есть Рабочие фраги Не феноменальные Но рабочие фраги Семь подряд Беги Вошли в рабочую колею Не бы странно Что паузу даже не поставили Как-то вот Отдали семь подряд Ну и ладно Было И было Как говорится Твист Берет инициативу на себя Ловит первую хаешку А вторую вернулся Ну прям очень агрессивно Отыгрывает опять же А тут один Тут один человек Ой-ой-ой Тапсон Так нет Двойне А да Второй вот Кито просто Он за девятым номером Спрятался на радаре Прикрылся Игроком НИП Ладно Посмотрим Твист Пока что контролит Позицию снайперов В основном Но там никого нет И посмотрим Как сейчас будет команда выходить Опять же Смоки полетели К классическим Молик сразу же на рампы На выход Тапсон сразу занимает Более агрессивную позицию На этом планете Закидывается еще один Молик Поддержка Там в это время в рукаве находится У нас Кито Кито настреливает Кито Делает один минус У него очень мало патронов Его забирает Рес И тут ситуация 4 в 4 Но Рес такой каленый Что просто нечто Там немного Тапсона Простреливают через деревья Ашко Пошел дальше 3 хп у Ксантареса Тапсона убили Пошли в супер агрессивный Контр-выпад Игроки БИГ Не стали отсиживаться В точке А И поплатились Так Сирсон Оу Он полез Ну сами полезли Беги Твист видел Сирсона Сирса не видел твиста Ксантарес красный Да ладно Ксантарес делает минус Но Ксантареса все-таки Забирает Плопски Остается Ситуация 1 в 2 Ну какой же каленый Рес Его можно буквально сбрить С одной только под пульки И Плопски ставит бомбу Тизян делает минус Теперь нужно только найти Второго последнего игрока Нинджас ин пижамас И Рес Очень аккуратно Начинает лавировать Здесь с СГшкой Ну по-моему По-моему он бомбу так не забрал Тизян Тизян Увидел или нет Нет не увидел Но там 6 хп Там 6 хп Но это СГ Рес За 6 хп Он забирает этот раунд Команда НИП Прервали серию побед Биг Ксантарес успел Двоих похоронить Сидя под стенкой На лоу хп Тем не менее Этого не хватило Очень-очень так По тонкому льду Прошелся Рес Рассеивающийся дым И там вот Или тебя заметят Или все-таки нет Ну в итоге Реса не видели И команда НИП Спустя уже Стрик из 7 Проигранных раундов Наконец-то берет В атаке Хоть что-то После 5-0 Ну что Скоро закончится половина Кто ее выиграет Все еще не ясно Да Тут еще НИП Могут вернуться После такого раунда Но как ты знаешь НИП все-таки На стороне атаки Выигрывают раунды Ну прям на тоненького Ну реально на тоненького Да пистолетка Да потом следующий раунд Но потом все остальные раунды Реально выходили 1-2 Где-то клатчи какие-то Затаскивались Рес выигрывает На 6 хп Ужас Выход снова на базу А решили В принципе так Прямолинейно действовать НИП до этого Пытались бэходить Жесткий прострел Там хита залетает Вообще очень много Патронов с этого Галила 24 хп остается Сачу твиста Там две обоймы Уреза две обоймы Наверное Простреливать больше не будут Патронов может и не хватить На выход Всегда есть глок Можно с глокастера Траться патроны Простреливать А как тебе такое 140 пуль Да Простреливай Не хочу Так ты еще можешь Берст поставить И просто Ладно Тут у нас уже План фантастика пошел Что ж Твист смог Опять же Раскидка на А плент Продолжает НИП гнуть свою линию Именно выходить На этот плент Что у нас Сирсон здесь Савиком контролит Сирсон Есть минус Бор и Эрзо Там же у нас Тапсон очень сильно Просел до 11 кп Сирсон тоже Там лекра Лекра пошел Душить Сирсона Задушил Бомба ставится Неплохой в итоге выход Два красных У команды Бейджи Молотов Хлпо Здесь вся команда Как же этот Молотов сейчас зарешает Ну вообще Айвик трофейный Лекра делает Минус по Тапсону Ситуация 4 в 3 Посмотрим Как пик из нее вырулят Но вообще Дефьюз киты имеются Флешку последнюю выбросили Вышли они сейчас Но мы видим Что тут уже минус От Попски и Твиста Остается лишь только Один кита У которого 24 хп Ну и видимо Ему здесь уже Не суждено Пережить Надо сейвить Максимально далеко Эй Слишком поздно Кита понял Что нужно убегать Уже и Плопски догадался Что никакого ретейка Не будет В итоге Сейв отменяется Но денег Слишком много Да и счет 7-7 Все таки Команда НИП Сравняли счет И вот действительно Первую половину Они могут забрать И если уж Команда НИП Взяли эту карту То возможно Нас ждет что-то На стороне защиты От них Потому что Стороны атаки Мы не сказать Что видели Прям супер крутое Исполнение Ну Были моменты Но тут скорее всего Стрельба больше решала Ну кто выиграет Первую сторону Сейчас увидим НИП Играют дефолт Плопски Чекает поджим СБ Тройка В районе базы А Ну и на центре По идее Как должен работать Лекро Но Лекро Видимо прострелом Уже пол хп потерял Так что лезть Наражен Не следует Твист и щит Энтри Беги Не рискуют Как мы видим Никакой инициативы На этой рампе Или строительных лесах Абсолютно нет Навк 6-13 Кстати не идет У него пока атака Но двигается он Первым номером Под базу Ам Вот он Так Ну Молик его тиммейт Забросил если что На цемент В первых раундах Любили обузить цемент Беги Но вот под конец Половины вообще Там никого никогда нет Ну да По-моему В пистолетке там сидели Только нет Двойне После этого Там Авик еще сидел Сирсон Там же Авик сидел Да-да-да Это будет снова база А и Тапсон там С СГшки сделал Эйс же Точно-точно-точно Все Тогда да Тогда обузили Тогда Молик не зря потрачен Ну что же 46 секунд Заняли они здесь рампу У нас очень интересная позиция Также имеется У Плопски Он на центре По-моему Контролил окно Никого там не было И он сейчас будет Отправляться Выходить в спину А там может быть Перестрел А не стоп Он внизу Да у нас тут одномерная карта Так что он там может так Сквозь эти стенки бежать Так Сирсон Минус Не меняю кстати позицию Твист Твист Интересно видит Да видит Видит Твист Но Сирсон очень прямолинейно сыграл В итоге Никита зажас С двух сторон Нет хилпы у него А как же так получилось 4 человека на А А игрока зажали с двух сторон Не знаю Но тут был Молик В итоге нужно ставить бомбу Так остается 9 секунд И у нас Ксар Тарас подходит Наф Наф 6 секунд Всего лишь остается Нужно ставить бомбу Успеет ли поставить нужно Ее прямо сейчас плейнтить В итоге бомбу Команда НИП Успевает поставить Ситуацию 1 в 2 Плопски падает Бомба Он биг Дефьюзит Что на этом плейнте Сейчас происходило Какая заруба Как Джек Сантарес Зарешал 30 патронов Выпустил Но бомбу поставить Не дал С первого раза В итоге счет 8-7 Все-таки Берлин Интернешнл Гейминг Выигрывают первую половину Карты Вертига Пик команды НИП Матч за выход на Минор Дамы и господа Не забывайте Победитель этой встречи Поедет в Рио Да И за этой игрой Или за этим матчем Смотрят сейчас уже 7 тысяч зрителей Друзья Спасибо большое На часах у нас уже 12 часов ночи И мы продолжаем смотреть Квалификации Европейского региона На сегодня они кстати Не закончатся Они будут продолжаться Еще завтра Там будут решающие матчи Уже в нижней сетке Происходить И там будет все Подходить к концу Но сегодня Мы смотрим за верхней сеткой За сочными матчами Вы бы видели Что происходило На матче Фнатик против Дигнитас Ну может вы и видели Может вы и видели Да может быть вы и видели Там было 20 тысяч Следили за тем Как команды сначала На двух картах Боролись Там в перевалочку Друг против друга На допах А в конце 15-0 На первой половине 16-0 Хотя бы Три раунда престижа Дигнитас забрали 16-0 Не отлетели На решающем оверпассе И то Хорошо Дигнитас В нижней сетке Еще поборется За минор Фнатик уже пакует Чемоданы У них все замечательно Они уже точно На евро миноре Будут отыгрывать И в целом Наверное Они главный фаворит На миноре Но они топ-4 мира Сейчас Ну да По сути По сути Они есть Ну вообще Удивительно Эту команду Видеть на миноре Правда Ну много чего поменялось Просто с того мажора Если бы они были В таком составе В такой форме Уверен Где-то в легендах Бы сидели Но они довольно быстро Подтвердили свой статус По верхней сетке прошли Как бы все красиво Ну и вот Опенквалы Команды B.I.G Тоже состав Который играл на мажорах Помним этот бак С прыжком Если кто-то не в курсе На Инферно Там в каком-то древнем году Года-два назад был бак И беги Как раз тогда обузили Можно было прыжком чекать И один видел игрок А второй нет За стенкой Как раз на банане Можно было очень прикольно Прыгать и собирать инфу И сейчас беги Снова вот Отбираются на мажор Все у них нормально Борьба И они не покидают Эту квалификацию Даже если уступят Сейчас Нипам Да им там придется Еще немного побороться Но побороться придется Серьезной командой Вообще кстати По результатам сегодня Если так посмотреть У нас были матчи параллельные Где проходили Получается Геройки против еретиков Кстати там еретики Выиграли 2-0 Вот То есть они уже на миноре Получается Получается Сенсация Обыграть OG Обыграть команду героев 2-0-2-0 Это жестко Это заявочка на стикеры Это заявочка на то Что они смогут пройти минор Да кстати Еще хотелось бы отметить На миноре Ладно там на миноре Еще рано говорить Там просто идет сейчас Американская квалификация Там команда Cloud9 Обыграли команду Levit Также G&G Обыграли команду Divine Я вообще не знаю Очень жесткая конкуренция Да там Очень жесткая Ну просто смотрю Там FURIA играли Против команды Triumph Ну может быть Слышали о команде United Но они вот проиграли Да United давно Организация существует Вот Но они проиграли команде The Pug Go Но это уже за выход Или это первый тур Нет это первый тур Но они в нижнюю сетку упали Это Плохие новости Кстати Bad News Команда есть Они обыграли команду Rug Reds Прикольно Возможно Возможно Какие-то интересные Жесткие команды Все-таки пройдут Из американского региона Нас ждут веселые стики Почему нет Если еще и минор Потом пройдут Оу май Будет вообще хорошо Я бы хотел Стикеры в формате Dick Stacey Какие-нибудь Знаешь такие Ну Dick Stacey уже все Уже как бы Не ну понимаешь Пройдет же команда А там как бы У кого-нибудь никнейм Ну не знаю Допустим там Это бан сейчас будет Так что Надо быть максимально Максимально аккуратным Друзьям Это было бы замечательно Там сделали бы Роспись какую-то Классную Все остальное Также у нас параллельно Друзьям в европейской Квале играет команда Комплексити против Гатсент Они выиграли первую карту 16-11 И на второй карте Уже на Дасте 2 Ведут со счетом 13-9 Ну Комплексити Это вообще Такой интересный Получился феномен Так сказать Они не должны были Вообще играть На этой квале Заменили Мэд Лайонс Но они в такой форме Находятся А ты знаешь что может быть? Что это? Комплексити Очень богатая организация Купила слот Купила Хундена А Мэд Лайонс Не нашли Стэнтина? Нет Или надо было Мэд Лайонс Набрать бюджет Чтобы купить Нового Кэпа И они в итоге Продали Хундена Отдали слот На этих квалификаций Для Комплексити И заработали очень много денег Легко Калькулейтор Легко Ребята Несите шапочки из фольги Теория заговора Была раскрыта Ну что Дожидаемся Судя по всему Второй половины Там какая-то Небольшая пауза Матчи у нас в онлайне На закрытых квалификациях Ну конечно Сам Минор уже пройдет На лане По крайней мере Все к этому движется Все-таки формат Без зрителей будет Поэтому я думаю Все будет у нас Нормально Ну и также у нас Мало-помалу получается Восьмое марта Так что если Какие-то девушки Женщины, девочки Дорогие наши Не спят А наслаждаются Качественным КСом Поздравляем Замечательным праздником весны Плюс чат Если ты встречаешь Восьмое марта Вместе с нами С прекрасными Ну и ты девушка Естественно Конечно Я думаю Плюс Капа Прайд Для фланги Ну в плане Я же хотел договорить А ты сразу В Капа Прайд Ну ладно Я думаю Дорогие девушки С праздником вас С международным Женщинским днем А мы Пока Ждем того Что у нас Будет просидеть На второй половине Надеюсь У нас Там будет Жесткая Жесткая заруба Ну команда Би-Ай-Джи Зарубка Показывай зарубку Возвращаемся в игру На вертига Ну и возможно Если повезет Еще посмотрим Демираж Смена сторон Теперь гнипы За защиту Би-Ай-Джи Атакуют Два коктейля молотого Два смока И две Замечательные Ставочки От команды Сайта На ничью На допы Ставит Джиджи Бет 1.87 1.87 Не ну ничего Мы с тобой сегодня Уже 22.18 На вертига посмотрели Теперь пора бы Еще посмотреть На допы Вот Ну пока У нас здесь Идет Кита Выбегает Просто на рампы Агрессия была Но при этом Это такой Фейковый заход На рампы То есть буквально Подошли Постреляли И моментально Возвращаются К базе Б Не сказать Что это Сработало Все-таки Два человека Все еще На Б Причем Юспы Тут имеют Довольно Неплохие Шансы Попадания По головам То есть тут Можно состригать Очень хорошо Ну и на приеме Плопски На приеме Лекро Бешит Твист Ох Успеет или нет Нет Передумал Твист Пошла раскидка Ну тут уже Все-все Все должны бежать Две гранаты Кстати у Непол Возможно На установку бомбы Так Плопски Первый такой Раунд Обороны Будет здесь Сейчас Отстреливаться Со своего Юспаном Он в дым Там промутился Ох уж Этот Плопски Так слушай А тут помогает ему Команда И в итоге Плопски Да все еще жив И выжил Да и выжил В этой перестрелке Отличный прием Получился Фейк Не слишком убедительный Был от команды Бейджи Плюс там еще Стопящие гранаты Такая вот Интересная фишечка Интересное нововведение Стопящие гранаты На заход в Б Показали нам Непы Так что Фиксируйте Используйте В своих матчах Обязательно Да Смотреть такой Контерстрайк Не только приятно Но и полезно Становится В такие моменты Что же Баю Команды Дни По 3 Фомаса Плюс МП5 В руках Лопски Лекра Ну и конечно же 4 дигла По 250 Убик Отправляются Пока они вдвоем На поиски приключений Отправляются Но пока вот Никто никого не увидел На рампе мы видим дым По идее Он должен уже Потихоньку Да Рассеяться Ну и 3 дигла На самом деле Тут можно реза убить То есть Фомас Не самый такой Мощный Девайс Так Тизиан Ну Тизиан Плопски Отлетел Вот так Это на Б Там слышали Знаешь Такие выстрелы Из дигла Рабочие Но Было попадание О Подсадочка Не окно чекают Да я так понимаю Это лестницу Там видно Лестницу Контролят Ну нет По-моему Окно видят На самом деле Скорее выход С медла Вот такая В итоге Рассыпалась Это подсадка Кто-то по-моему На СНГ Миноре Ее обузил Точно не вспомню Очень много сейчас КСа Но подсадка тоже Известная Так скажем Странно что вот В предыдущем матче Никто ее не использовал Пирамидка Кстати Или как это называется Дженго И потом все падают На бочок И умирают Да Главное команде Биг Правильную палочку достать Ну что Палочка Воручалочка Тапсон Подтянулся За диглом И фраг сделал Лол Так он сделал еще И по минус твисту И дигл забрал И молодец Вообще большой Так Рез и нав вдвоем Бомба заходит На базу Бэй 14 секунд Рез в тылах А бомбу Не поставят 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 Ксантарос Поддержит Но Ксантарос Кстати есть Трофейный ФАМАС Поэтому он может Здесь отработать Еще у него Второй армор Нормально Но в спину Рез не контрится К сожалению И это Похоже Раунд Для команды НИП Ну кстати Будут ли закупаться Сейчас БИГ Все-таки счет Довольно близкий Они знают Что осталось Два ФАМАСа У команды НИП Была бомба Был у стрик Из двух раундов То есть там 4500 Сирсон 3800 Ксантарос Очень заманчиво Сейчас выглядит Вариант закупиться Но По дисциплине Должен быть Закуп до двух Фишечный раунд Раскидка на Б Какая-нибудь Или быстрый выход на А Я думаю Такой Да Консервативный КС Удбейджина С вами ожидает Так и есть Никаких калашей Никакого Там Закупа с одним СГ Мы не увидим Все строго Второй раз Вижу Это 4 дигла И по 250 Тапсон Дигл Не покупает Он его подбирает С тиммейта В мертвых Зачем тратить деньги Правильно По 250 Купил Дигл Если что С тиммейта Подобрался Нормально Раскидку Также он себе Приобрел Смотрим Там небольшая Хаеш Там Б Пушил На самом деле Вот он Плопски Была граната Как раз таки От его тиммейта Этот твист Сверху набросил Чтобы Плопски Безопасно Поджался И тут Он может Весь раунд На самом деле Теперь здесь Халдить Так Плопски Не видно Ну Ну Там бы сверху По байке Твисту Немного на себя Все Оу Тапсон П250 Работает Безотказно Твиста забрать Но тут Пожалуй Твист сделать Минус по Тизе Ну там же Минус Ксантарос Получается Сделать Лекра И это 4 в 3 Ох уж Это дефолтный дым Сколько Раундов В атаке Он остановил Хаешка Также интересно Это Навк С центра Дает Хаешку На заход в Б Еще с пистолетки Можно было это подметить Молотов Дым Ну атаки сложно Будет что-то предпринять Контрподсадка Мы видим для Кито Но Навк К этому готов Да Навк контролирует Так что не пустит Никуда сюда игроков Биг Биг нужно что-то делать 39 секунд У них остается Полетела флешка Вываливаются Здесь сейчас Навк Неплохо Лекро Твист Да Захлебнулась Атака Три подряд Три подряд Для команды NAP Помним первую половину Также со счета 5-0 Они начинали Так что в дебютах У них все складывается Отлично Но первую половину То они по итогу Закончили 8-7 И то не в свою пользу 7-8 Тогда уже Ну 7-8 Да Но я же справился Все правильно Все правильно Вот Так что Все может быть Ну ладно Смотрим дальше Первый хороший бай Для команды B&G Хороший Я подразумеваю С ВП И отличным Набором по гранат Сирсон Опа Дуэли ВП До свидания Навк даже близко Не успевал Подойти По таймингу Сирсон Его уже секунд 2 Наверное ждал С прицелом Ну для B&G Хорошее начало Теперь только продолжить У них в принципе Может получиться То что они делали И на первой половине Тем более Так Ну тут правда Ксантарос погибает От Твиста И при этом Ооо Тизиан Второго могут не ждать Но Тизиан ушел А минус Рез Еще посмотри Как получается Но Рез правда Все равно разменялся Сделал минус по Кито Стоит ситуация Ну блин Он с Амиком Ооо Близко-то был Сейчас выстрел Но не попадает В итоге Хаешка прилетает Под ноги Команде B&G И Флопски Получает в голову От Тапсона 10-9 Друзья Счет Это видимо Будет равная битва Все верно Все верно Получился очень Конечно близким Этот раунд Но вот эти Постоянные размены Оставляли на шаг Позади команду NIP И конечно После промаха Из АВП Все было уже Более-менее Ясно Теряют экономику Шведы Как мы видим Будет фулл Эко И дальше Уже Хороший бай А вот и коэффициенты Слушай 1.39 На команду NIP 2.85 На пик При том что На переходе На вторую половину Мы видели коэффициенты 1.87 Равные Ой-ой-ой Тизиан Мог подловить Сейчас Лекра Ну ладно Лекра здесь Во-первых Без девайса Как и вся команда Его Играет практически Фулл Эко Там только рез Закупился По 250 Любопытно Чем такие кэфы Обусловлены То есть как бы Ничья у нас сейчас будет на табло И в этом раунде Действительно шансов нет По Лекру Блайнфаун Пытается хотя бы Тут задевать Зацепиться Но в итоге присел Подустал немного Облокотился На контейнер И отправился В следующий раунд Там коэффициенты Были на вторую карту Включая Допы Понимаешь То есть на допах Нипы должны выиграть Получается так Получается так Вот Ну и конечно Мираж В случае необходимости Сыграют эти команды За выход на Минор Ух у нас сегодня Сочный день Шведские коллективы Играют Отлично Великолепно Замечательно Ну вот только сейчас Команда Нип Немного на своем пике Подздали Позиции Но посмотрим Что будет дальше В принципе Сейчас у них Девайсы появились Но экономика у них В не самом лучшем состоянии Раунды нужно Сейчас уже Начинать забирать И не терять девайсы Желательно А то какой-нибудь Удачный раунд И вы снова В очень плохом Положении Что же У нас минус РС От Кито Также там Хаешки прилетели По Кито в ответ Или он перестрелялся Просто Ну я так понимаю Просто перестрелял Да-да-да 12 хп Хаешки с Б Видимо в подсадку были Хотели наверное Скорее всего Лекро забрать Потому что он там Сьюспом играл На Эко Ну в общем Хаешки в пустоту Но Энтрикилл был Лекро конечно дал Инфу что Кито красный Но эта инфа Не слишком сильно Поможет И на ИП Потому что у них На базе А вообще только один снайпер Ну а ему вообще Без разницы По красным По фуловым Стрелять Молотов за спину Навка отреза Нужно идти вперед Прицел скорее всего Слышали Как-то все грустно Для Нипо в этом раунде Ну и Тапсон 24 на 11 идет Хороший показатель Но сейчас не находит Он здесь конечно же Навка Кто-то Отбежал Но кстати Он единственный опорник Это Планта Так он единственный Опорник Планта Уже минуту Не верит Нипо Что это будет база Вообще нужно сейвить При таком раскладе Может какой-то рандом Залетит 25 секунд Пытается сместиться Очень медленно Заходит команда БИГ Так авик Но прострел здесь Не стреляет Даже не накидывает Есть молик В итоге пока живы Команды БИГ В полном составе И команда Нип Сейвит Ну ты говорил про сейв Только в сторону Команды Нип Это относится Они сейвят Они сейвят Да Делать нечего Экономика плохая Понимаешь Выбивать сейчас Этот плент Вообще Смертеподобно Бессмысленно Ну и в итоге Мы видим Что 10-10 Счет превращается В 11-10 А Нип Сейвит 4 девайса Отличненько Для них Экономику Хотя бы какую-то Сохранят Это будет уже Третий Проигранный раунд К ряду Резутом Что-нибудь дропнет Скорее всего Лекро Ну и попытаются Уже реабилитироваться На дистанции Игроке Найпи Нужен контроль зон Нужно или вдвоем Б поджать Или в центре Как-то найти минус Вот Ксантарес Неплохо там в центре Пару раз давал фраги В первой половине Ну инициатива На рампах Ну мы видели Как Нав пытался Повоевать с Сирсоном Но по позиции Он явно там проиграл Сирсон раньше Пришел на контакт рампы То есть Нипам Нужно Наверное все-таки Будет с Б Сейчас поработать Пауза Скорее всего Тактическая И с большой долей Вероятности Именно от шведской команды У нас на сервере Почему так? Уверен Ну они отдали три подряд У них плохие деньги У них нет контроля карты Они оставляли Навка одного на А Это просто рулетка Типа ну мы угадали Что это Б Но они не угадали Что это Б Ну выбор же получается Вертига был от них И как-то Наверное план на игру Должен быть Не думаю что на своем пике Так стоит теряться План есть Но вот в первой половине У них был план Раскинуть Б И выйти Они раскинули И их убили То есть план Не всегда Рабочий И нужно его менять Во время Тимтоков Во время пауз Ну а против них Используют Раскидку И выход на А Просто и все Но сейчас посмотри Занимает все-таки Цемент Команда Нип То есть РС Там сейчас находится И мы посмотрим на то Как он будет отыгрывать С этой позиции Хотя он выходит С Цемента Подключается к нему Еще и на Афг Агрессивно на рампе Выступает И Лекар сейчас тоже Должен немного Наверное подушить И вот у нас Ооо Какие хорошие Два минуса Получается сделать Команде Нип Но тут же есть Ответочка сейчас От Сирсона По одному и по второму игроку Ситуация 3 в 3 Сирсон отсюда еще упрыгивает А Сирсон может Не отпустить Лекар Нет Он идет к тиммейтам Окей 3 в 3 Ну тут по идее Плопски успевает Да у него есть дым Есть коктейль Молотова Просто так вылететь Чем на плюс W Под B Не дадут А так там Мин прошли да 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 Плопски сейчас будет В бутерброд зажимать Такой шведский Очень неплохой бутерброд Но в итоге Только Ксантарос Здесь сейчас Плопски справился Хотя бы Плопски успел Сделать один минус Тем самым Уравнять шансы Ну Твист понимает Что Ксантарос Остался в упоре Нужно как-то Дождаться тиммейта Лекар попытается С медла Здесь выскочить Но сейчас на самом деле От Лекароса Очень много зависит Хотя и Твист Делает минус По Ксантаросу Перепрыгивает здесь Оля-ля-ля Братишка Нет Ну ладно Все равно Бомба Дефьюз Ставочка зашла Друзья Кто ставил На Суицид 200 АКЮ Вот так вот Поставил Лекароса Все было продумано Все было Калькулировано Лекароса Отвлекающий Маневр Суицид 200 АКЮ Мув Ну зато знаешь Ты прыгаешь Кричишь Как бы Затащай раунд За меня И он Затаскивает Раунд За него Так он вроде Даже перепрыгнул Но как-то Как-то не поверил С пикселя Текстуры Соскользнул Интересный мув Удача Не на его стороне Была Это явно Ну что 11-11 Нипы после паузы Свой раунд взяли На ПКВП Без армора Снова драка Мы видим за рампу Драка пока Только от команды Нип Оп Флэшка Резу Пора отступать Дым уже совсем скоро Здесь будет рассеиваться Но игроки Сентра тоже Я так понимаю Будут двигаться В направлении базы А Реза выключили Из этого раунда На цементе Навк Оп-па-па А там как бы АВП без армора Беги Передумали Беги Все-таки Сделав энтри Отступают Времени Минута 10 У них Для финального выхода Да времени Вроде как Поле чем достаточно Можно Но там Два опорника Выпланта На них можно Сейчас очень Неприятно Наткнуться Двист прячется Ну второй ушел Это был Плопски Так вот В полупозиции Ксантарос уже Мидл прошел Хороший плацдарм Для выхода на Б На самом деле Да Но Навк Мисс с командой Посмотрел на рампура На рампе никого нет Они там потеряли игрока Но сейчас у нас Навк начинает перемещаться Перемещается он на мид Он может там Очень грамотно Подконтролировать Там по-моему даже смог Не особо закрывать его То есть он может посмотреть Он может сейчас выйти в центр Посмотреть окно Сделать два милса Но пошел по другому пути Ну и тут полетели Конечно Смоки Каешки Ну и твист Здесь конечно В своей позиции Ну это прием Два в пять Сейчас будет Справится ли шведское дуо Под большим знаком вопроса Потихоньку Там смещается уже Навк и Лекра Беги 15 секунд Пора Пора заходи Друзья Что ж так медленно 13 секунд А тут сейчас Твист может такой Так его не прочекают Так и не надо Твист Афк гейминг Друзья Навк Там спина прошла Ну очень медленно Беги выходили Так ты помнишь Этот момент Когда во-первых Есть раунд Когда Плопски В смоках отыгрывают И когда твист Так Что право Лево Где враги Сюда иди Всех перебили Просто без шансов Навк там двоих Нормально Савика закрыл Было неплохо Ну ладно Этот раунд Можно записать В принципе Потому что его бы Интересно было пересмотреть Мы просмотрели Позицию твиста Как бы и понятно Что он должен Там был делать киллы А до него Никто не дошел Просто 15 секунд А вот этот стартовый Контейнер Еще не пройден А ты знаешь что Он убивал их Аурой своей У него аура такая Аура смерти была Там и Навк уже В спину прошел И вообще все сложилось Максимально удачно Унипов Был вот этот Зазор по таймингу Был окно По времени Когда беги Могли выйти в Б 5 на 2 Но пока туда Пока сюда Не раскачались Показывают нам статистику 11 Ну 25 Тапсон 25 фрагов Это сильно Почти КД 2 У него А вот у шведов 15 15 16 Поскромнее цифры Твиз я так понимаю Перезаходил Это наша старая традиция Да Да По классике Ладно У нас онлайн квалификации Что поделать Все бывает Да Матчи в интернете Но уже следующий этап Пройдет конечно На лане После паузы Решили не дозакупаться Беги Делают вот такую подсадку Мы видим двойную Над еще Но я так понимаю С нее ничего не видно Бесшумно Они пытаются Бесшумно Слушай Девайс-то один затащил Ты посмотри Минус по разу залетает Тизен тоже немного просел Полетел молик Над стороны защиты Ну и тут 5 игроков Биг Могут выиграть пистолет На самом-то деле В них есть Девайс Один Который Не Так сказать Получили Также еще и Плюс Фамас Это плюс Аплен Такое впечатление До бегов Это 5 в 3 Так там Ави Кусирсона Все как бы Ливаем Ливаем Сейвим Есть размен Хороший минус Не сдается Лекро Но там сразу же Девайс Подбирается тиммейтом Расстрел Близко Попали по Тапсу Но Тапсу попали У него без рамора У него там пол лица Отлетело Он слышит на рампе двоих Дает информацию Флешка есть Твист может набросить Вот она флешка Лекро под нее вышел Очень аккуратно чекает Сантарас сейчас спина Будет спина Опачки Раз Но второго не получается Сантарас делает минус Ситуация 2 в 3 Ну и 30 секунд Опять таймер Опять время Команда Биг Нужно все-таки на А наверное выходить Гранат нет Одна флешка То есть под Б Это такой вообще Фулл рандом Заползает Сантарас Ближние позиции пусты Твист Может попытаться Не дать поставить В этом моменте 13 секунд Так Минус есть Хорошо А там все с одной позиции Ооо Ну и мы видим Что происходит 6 секунд Время на бомбу Не хватает И команда Биг Вроде бы Такой хороший раунд Оформили 5 в 3 Они были С подобранными девайсами Все под контролем бегов Много времени Но какой-то уверенности нет Два раунда По таймеру закончились Обратите внимание На верхнюю часть экрана И в большинстве Постоянно беги Не могут как-то зайти Некому взять инициативу На себя Некому Кол может какой-то Дать в середине раунда Потому что 5 в 3 Стоят на месте Буксуют И ничего не делают Обидно Обидно фанатам Биэйджи Да, так были близки Для того, чтобы начать Выигрывать эту карту Пик оппонента Ну, видим, что пока Но шансы остаются Конечно же 13-11 Неразгромный счет Тем более Сейчас девайс У команды Биг Правда, денег у них На следующий раунд Будет Не так уж и много Если бомбу не поставят Бомбу поставят Будет все нормально Да-да Три подряд уже проиграли Плюс Сирса Нейтизиан Мы видим Все-таки имеют Какие-то финансы Про запас Тита потерял на старте ХПшечку Очень хотел Этот молотов отбросить Тройной буст Нам бы верхнего Посмотреть Они с второго Сирсона О, красиво Чик-чик-чик Видно там Навка? Ну, вообще, может Если он чуть выйдет Его будет заметно Ну, можно еще Секунд 20 Тут спокойно стоять Но Навка просто Как раз рукав чекает То есть ему не надо выходить Потому что он в прицеле Выход Просматривает Фишечки Фишечки Подъезжают У нас на Вертига Не хватает Только студия-аналитики И Петрика Для этого дела Может еще раз посадку сделают Так Ну, они тут втроем Просто так стоят На одном метре Так, ребят, ну что стоим Давайте подсадочку, да? Нет? Повтор 35 секунд Что-то нужно делать Беги, прием, прием Тим Спик отключили Слушай, напорника Аплентайна Ну, один А Нипы вообще отдали, а? Ладно Так никто же не фейкует Почему там 3Б? Ну, они, они скидывают Понимаешь, там как бы Нипы скинули два смока на Б сейчас Ну, 18 секунд, понимаешь? Время Навк делает один минус Сейчас Навк просто в соло будет разбираться с командой Биг за такой долгий выход Бомба Молотов, Сирсон, Молотов, Сирсон! 7 хп, там чуть не сгорел в этом коктейле Молотова Редейк в большинстве для Нипов Ага Ну да, так и продолжается это большинство Тут просто перестрелка была, но остаются вдвоем Команда Биг против трех игроков Нип Тизион пытается стреливаться с рампы, получает в голову Как-то очень мало дэмэджа для хэдшота на самом деле Молотов заставляет идти вперед Тизиана, да! На прицел вышел, Кито последний Диффуз, Кито погибает Это, друзья, счет 14-11 Деньги у команды Биг есть Они поставили бомбу 6300 Сирсон, 5200 Тизион Думаю, это появление, наверное, даже Авика будет у Сирсона возможно сейчас Хотя, может и отыграться Это как бы сейчас пустой план, еле-еле мы зашли, беги Да-да-да Ну, видишь, опять же, они как бы фейковали на то, что они долго выходят Якобы пойдут на Б Там 4 игрока команды Нип Попытались поймать Но, знаешь, даже несмотря на такой, так сказать, неудачный выбор команды Нип Когда они пошли укреплять Б Биг все равно не смогли заняться Ну, реально, там, опять же, дело в везении Дело в таймингах, может Может, реально у команды Биг такая стратегия Играть в долгий выход на А И об этом команды не понимают То есть они понимают, что там где-то под 15 секунд будет выход Могут, если что, перетянуться У них есть там снайпер Ладно, это все возможно О, еще одна подсадка Нет, 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 коктейль Молотова Тут раскидка Шведы начинают действовать очень агрессивно Под флешку выход Тизион Сейчас бы не умереть Не умереть, нет, все-таки погибает Тизион Очень классно шведы вышли То есть Биги хотели делать эту подсадку Но в итоге Молотов Дым, флешка, аркада Тизион потерялся в смоках Тапсона нашли И уже раунд 5 в 3 для команды Ниндзя в пижамах Да, Нипы в пижамах И надеюсь, что вы, друзья, тоже Все-таки время Позин, кстати, да Если вы сейчас в пижаме плюс чат В принципе, я думаю, что это Невероятная поддержка команды Нип сейчас будет Да и, в принципе, поддержка здорового сна Ладно У нас 3 в 5 пока ситуация Бига в меньшинстве 45 секунд Но мы любим Мы любим смотреть на то, что они выходят очень Рано Но они 5 в 3 Кавычка Играли супер медленно Я думаю, 3 в 5 Они еще более пассивно будут действовать Стопящая граната По двоим залетела Выход, минус бомба Ну, тут избиение уже, походу, пошло 5 в 2 Залетать с хедшотами нужно Ставится бомба Летит Молотов Сантарас там, божьим чудом Выжил на 16 хп, убегая в сторону рукава Ну, тут такое дело техники уже Для команды Нип доиграть Погибает Сантарас, погибает Кито 15-11 И 1 раунд до минора Команде NIP, возможно, сегодня такой шведский день И сразу два состава из этой страны Выиграют путевку на минор Что по деньгам? 4, ну, деньги есть Деньги есть для бегов Можно поставить паузу Можно обсудить происходящее То есть какие-то вот подсадки на шифровке Вроде бы есть Но они далеко не идеально оточены Возможно, на дистанции Беги еще заиграют на вертига Мне нравится у нас в часе люди Пишут о том, что труханы — это пижама Ну, такие большие, семейные Семейники, да Семейники — это правда В них, мне кажется, можно в принципе Жить Полностью одеться, да Это плюс хата как бы Семейная хата Трехкомнатная На ставках GGBet поднял Ну, коэффициенты-то помню, какие были Ну, кстати, на второй половине действительно коэффициенты были 1.87, 1.87 То есть это прям вообще 50 на 50 был матч Но вот сейчас 4 матч-поинта уже для НИПов Я думаю, цифры абсолютно другие Но что придумали? Беги Пауза была от них Однозначно какие-то Несется, несется Ищет Энтринав Понимает, что тут ему ловить нечего Уходит назад В рукаве работает рез Пытается выйти чекнуть Ну, по-моему, даже чекнул Так, создают активность На ранних таймингах Беги Но при этом бомба на респе Кито Нет, рез уходит Кито Увидел, увидел рез Все, будет чекать этот пиксель Теперь душить Кито Тут же Сирсон Треста убили Там сразу размен есть Ксантарес Но тут Лекра Минус Ксантарес сразу же делает Пытается прострелить деревяшку с двух сторон Что одна, что другая команда Тогда бомбой нужно идти Да, за бомбой пора выходить Или у нас опять все слишком рано Но они бы втроем могли пропушить Базуа Но пушить Абис бомбы смысла нет Плопски душит спину Так, слушай Сейчас Плопски еще раньше, по-моему, найдет Плопски Опа Так все? Так, все? Получается Мы едем на минор Говорит Плопски Я нашел бомбу Закрывайте шведский стол Едем к ФНАТИК Праздновать выход на минор Где буткемп? И что вы делаете с Сирсону и Кито? Два в четыре Бомбы нет Ничего нет Вы окружены Пять раундов подряд уже слили Ну, видимо, готовится к следующему игровому дню Уже остается Кито Так, Плопски Отличная, кстати, позиция Тут его Тяжело будет обнаружить Лекро Не справляется Красный Сирсон На плюс W Несутся под базу B Там Никого Там никого нет Хорошо Это шансы С медла попытается, видимо, Плопски что-то сделать А, у спину идет Понял Ну, в принципе Два в три на бомбе Шансы есть Спинку законтролить Спинку законтролить Есть контакт Так Убирайте шведский стол Тут пот Несите полотенце Чек правого угла О, отлично Кито Погибает Остается лишь только один Сирсон У которого Друзья Очень мало ХП И в итоге команда Ноль ХП Не б***я